Здравствуйте! В студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Неринге раскрыто ограбление возле школы. Накануне днём в одну из средних школ Неринге забежал молодой человек и сообщил вахтёру о том, что несколько парней с применением насилия похитили его айфон, цепочку и деньги, скрывшись в неизвестном направлении. Вахтёр нажал кнопку тревожной сигнализации. Наряд группы задержания Росгвардии прибыл через несколько минут. Ущерб от грабежа составил 11 тысяч рублей. С потерпевшим была девушка, которая являлась свидетелем произошедшего. Возле дома по улице Южно-Якутской были замечены двое молодых людей, подходивших под описание. Они пытались остановить попутный транспорт для того, чтобы уехать в посёлок Серебряный Бор. Подозреваемые задержаны, похищенные изъято. По данному факту проводится проверка. Сообщает пресс-служба Росгвардии. В столице Якутии за один вечер раскрыли сразу два ограбления, которые совершили двое приятелей-подельников. Вечером в полицию обратился 19-летний парень и сообщил, что у него похитили сотовый телефон, кошелёк с банковскими картами и паспорт. В это же время на пульт оператора 02 обратился мужчина с сообщением о том, что два молодых человека, находясь в его квартире, отобрали у него два сотовых телефона. Незамедлительные меры не заставили долго ждать. И оперуполномоченными по раскрытию разбойных нападений по горячим следам были установлены двое 23-летних уроженцев Кобяйского района, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. В тот вечер злоумышленники, находясь в районе улицы Ломоносова, подошли к случайному прохожеву и попросили закурить. Получив отказ, они нанесли потерпевшему несколько ударов, а затем отобрали всё имущество, которое смогли найти. Двигаясь в направлении улицы Петровского у магазина, где продают алкогольные напитки, они встретили свою очередную жертву – 53-летнего местного жителя, проживавшего поблизости. Злоумышленники за короткий срок смогли войти к доверия к потерпевшему, а затем напросились к нему в гости под предплогом распития алкогольных напитков. Уже находясь в его квартире, совершили второе преступление за вечер. Благодаря грамотным действиям сотрудников полиции, преступную деятельность указанных лиц удалось остановить в течение одного вечера. В настоящий момент задержанные дают признательные показания, похищенное имущество изъято в полном объеме. Грабителям светит срок до 7 лет. И еще одно ограбление у школы. На этот раз даже в помещении учебного заведения. В дежурную часть отдела полиции номер 3 Якутска поступил звонок об открытом хищении сотового телефона стоимостью 59 тысяч рублей. Грабеж произошел днем. В здании общеобразовательной школы наряду патрульно-постовой службы удалось задержать подозреваемого сразу. Им оказался ранее судимый 18-летний житель Якутска. Злоумышленник подбежал к потерпевшему в тот момент, когда тот помогал одеваться своему ребенку, ученику, начальник классов и выхватил сотовый телефон потерпевшего, скрылся. Возбуждено уголовное дело о грабеже. За день в Якутии случилось 5 техногенных пожаров. Один человек пострадал. Во втором часу ночи поступило сообщение о том, что горит автомобиль Toyota Vitz в селе Аросу Верхневилюйского района. Машина сгорела. Причина – виновный ущерб устанавливается. Через полчаса загорелся жилой дом на улице Комсомольская в поселке Табага. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через 5 минут из квартиры шел дым. Дом удалось спасти. Причина – предположительное короткое замыкание электросчетчика. Уже утром поступило сообщение, что горит квартира в пятиэтажном жилом доме в поселке Депутатский Узьянского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через 4 минуты было сильное задумление в квартире. В результате пожара огнем повреждены постельные принадлежности. Был спасен человек, пострадавший, 78-го года рождения. Его госпитализировали с отравлением угарным газом. Позднее загорелся гараж на улице Ленская в столице республики. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через 4 минуты из-под кровли шел черный дым. Вырывался открытый огонь. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 20 квадратных метров. Пожарными спасен гараж и две автомашины. Днем в столице вспыхнул частный дом на Намцирском тракте, который не удалось спасти. Причина – виновный ущерб устанавливается. В Якутске у грузового самолета при взлете сорвало створку люка. При взлете из аэропорта Якутск 15 марта у грузового самолета Ан-12 авиакомпании Нимбус воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Экипаж принял решение о возврате воздушного судна в Якутск. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Магана. Отметим, что самолет к полету готовили техники, которые входят в состав экипажа этого судна. При службе аэропорта сообщили, что после того, как самолет перед вылетом был проверен, они заполнили карту наряд на оперативно-техническое обслуживание воздушного судна. Согласно этому документу, самолет был исправен и подготовлен к полету. В данный момент проводится проверка причины инцидента. Очевидцы сообщают о ДТП в Ленске. По данным ГИБДД пострадавших нет. В городе Ленске 14 марта в 17 часов 30 минут в районе перекрестка улиц Первомайской Победы водитель автомашины марки «Инфинити», двигаясь по улице Первомайская, нарушил правила соблюдения дистанции до движущегося впереди автомобиля «Ниссан Экстрейл», в результате чего совершил с ним столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет. Тем временем водители Неринга бьют тревогу из-за потепления на улицах очень скользко. Вот что случилось недавно на проспекте геологов рядом с поворотом на больничный комплекс. Кстати, с 1 июня к привычной белой разметке на дорогах добавятся желтая и синяя. Соответствующий ГОС утвердил Росстандарт, сообщает газета «Коммерсант». В частности, желтым цветом начнут обозначать зоны, где запрещен обгон, а синим – полосы движения на перекрестках и парковочные зоны. ГОСТы также предусматривает появление новых обозначений на асфальте – стрелки, обозначающей зону поворота, и разметки вафельницы на перекрестках, где ограничена зона, куда запрещен въезд во время затора, а также знака станции зарядки электромобилей. Хотя новые нормы вступят в силу уже летом, это не означает, что новая разметка появится в 2018 году. Она должна пройти все этапы согласования, а наноситься будет при плановой замене асфальта. При этом все старые обозначения по-прежнему остаются допустимыми. Жительница Мирного стала жертвой мошенников и лишилась более 100 тысяч рублей. В полицию Мирного поступило заявление от 32-летней жительницы о том, что мошенники завладели ее деньгами в сумме 108 тысяч 840 рублей. Заявительница заявила, что разместила объявление о продаже детских вещей на одном из популярных интернет-сайтов. Ей позвонил молодой человек, который заявил желание приобрести товар, и попросил счет ее банковской карты, чтобы произвести предоплату. Женщина согласилась и продиктовала номер своего счета. Через некоторое время псевдопокупатель перезвонил и сказал, что вместо оговоренной оплаты по ошибке отправил 50 тысяч рублей и попросил вернуть лишнюю сумму. Для этого женщине необходимо было подойти к ближайшему банкомату и выполнить операции под его диктовку. Таким образом, следуя инструкциям мошенника, женщина сама перевела на счет злоумышленника более 100 тысяч рублей. Проводится проверка. Напомним, буквально вчера мы сообщали о сходном случае в Нейрюнгре. На этом у меня все. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин